Вопросы познаваемости 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 на то, что она умудряется познавать то, как феномены сами по себе устроены, то есть как наука претендует на некую объективность своего знания. Вот существуют два критерия, как мне кажется, которые я предлагаю обсудить и потом перенести их на обсуждение уже этической стороны дела. Один критерий связан с тем, что есть некоторая рода всеобщность нашего знания связана с тем, что мы люди, образуя некого рода сообщество, и мы если какой-либо феномен или какое-либо явление является одним и тем же для разных людей, то этот феномен является объективным. То есть мы как бы сравниваем, каждый из нас сравнивает нашу свою субъективную реальность с тем, как они высказывают со своей субъективностью другой человек. И вот это сравнение указывает на том, что если у нас есть нечто повторяющееся в наших субъективных мирах, то вот этот повторяющийся может претендовать на некоторого рода объективность. Вот такая простая формула. Она немножко наивная, но как раз мы сейчас к вопросу немного с наивной стороны и подходим. И второй способ, каким образом мы добиваемся критерий объективности, состоит в том, что если что-то в нашем опыте, субъективном опыте, дано с некоторой непроизвольностью, да, вот с некой необходимостью, то, что мы не можем изменить благодаря нашей воле, нашему произволу, то вот это вот данное нам непроизвольно, да, необходимо, оно претендует на статус субъективности. Понятное дело, что, опять же, и здесь тоже не все так просто, потому что если мы попытаемся выяснить содержание этого объективного, то всякий раз мы будем наталкиваться на субъективность. Но, тем не менее, вот этот критерий, он присутствует, да, и наша сфера субъективного, она именно и ограничена со статусом того, что не все подвластно нашему произволу, не все подвластно нашей воле. Теперь, если мы переносим вот эти два критерия на эгоизм, то возникает как бы возможное рассуждение о том, как мы можем преодолеть сферу эгоистическую. Вот в прошлый раз мы обсуждали как раз вопрос о том, почему мы не можем принести себе зло. Ну, там были разные мнения, но тем не менее, как бы, вот, основной мой долг состоял в том, что мы постоянно находимся в некой положительности нашего воления. И поскольку мы сами ставим цель и сами ее реализуем, то в реализации нашей воли мы постоянно находимся в благе, в добре. То, что мы сами, собственно, эту цель ставим и сами же ее реализуем. Но если исходить из этого критерия, да, оценки того, что представляет наша воля, то мы всегда, поскольку мы сами ставим цель и сами ее реализуем, мы всегда находимся в сфере эгоистического. Потому что мы ставим цель, исходя из того, как мы понимаем, устроен мир в собственной сфере субъективного, и цель ставим исходя из того, как мы в этой сфере субъективного видим эту цель. То есть, получается, что мы никаким способом не можем преодолеть эгоистическое, потому что мы находимся в сфере нашего воления. А если исходить из критериев, что если бы мы как-то оказывались в каком-то сопротивлении, если мир как-то сопротивлялся, мы бы в осуществлении нашей воли натыкались на какое-то препятствие, на какую-то необходимость, тогда, может быть, было бы можно говорить о том, что возникает некое ограничение нашего эгоизма, и, быть может, здесь можно было бы искать неэгоистическое. Каким образом это можно было бы сделать? Дело в том, что в теоретической сфере там тоже вопрос шел о воле. То есть, когда мы говорим, что нечто в нашем опыте непроизвольно, а нечто в нашем опыте как бы преддано, как бы наступает на нашу волю, что мы не можем никак изменить, как необходимость. Речь шла тоже о воле, но теперь, когда в сфере практической философии мы полностью находимся в сфере воли, как бы мы могли говорить о том, что наша воля как-то ограничивается? Мы могли бы это только тем способом говорить, что да, с одной стороны, ведь нам надо говорить, с одной стороны, о том, что мы свою волю как нечто свободное реализуем, и то есть мы реализуем волю нашу свободу, а с другой стороны, мы должны как-то найти способ, каким мы ограничиваем свою же свободу. Мы должны, что такое негиистическое? Негиистическое – это тот способ отношения к чему-либо, когда мы свободно свою волю самоопределяем к чему-либо и сами же ее ограничиваем. То есть, мы одновременно должны и определить волю к чему-либо, и сами ее ограничиваем. И только в этом случае мы, когда мы самоопределяем волю, мы остаемся в сфере эгистического, а когда мы ее самоограничиваем, мы покидаем сферу эгистического и как мы выпадаем в сферу неюрвистического. Если взять, допустим, две свободы, две воли, которые взаимосоотносятся с друг другом, я ограничиваю свою волю, потому что есть другая воля. Но эта другая воля, которая ограничивает мою волю, ее же можно понимать в том смысле, что она ограничивает мою свободу. То есть, что моя воля перестает быть свободной. А мы говорили, что в нравственности в неюрвистическом очень важно, чтобы воля осталась свободной. Поэтому нельзя понимать неюрвистическое как самоограничение одной воли другой воли. Всегда неюрвистическое должно быть как самоограничение воли самой себя. Только в этом случае сохраняется свободное воление, то есть нравственное воление. И вот это нравственное воление, как мы к этому выводу приходили с другой стороны, оно есть не что иное, как конкретное исполнение, конкретная реализация нашей воли. Вот когда мы свободную волю чему-то самоопределяем, исходя из нашей субъективности, наша воля абстрактна. Для того, чтобы она воплотилась в нечто, она требует конкретных каких-то уточнений в связи с тем, что в каких конкретных условиях, как конкретно мы собираемся волю реализовать. Ну, допустим, возьмем пока не нравственность, возьмем, допустим, технику. Вот мы хотим какой-то проект, да, там, двигателя какого-то реализовать в реальности. Для этого мы изучаем материалы, изучаем какие-то там физические закономерности, да, которые нам нужны для того, чтобы спланировать этот двигатель. И в процессе этого изучения мы изменяем наш изначальный проект для того, чтобы он был и реально мог быть воплощен. То есть, на самом деле, между идеей некоторого двигателя и его воплощением лежит некогда долгий путь, в котором, как бы, вот эта абстрактность самой идеи, да, становится конкретностью в конкретном двигателе, который вот создан нами и вот это работает, да. Точно так же здесь, когда мы свою волю, которая всегда эгоистична, да, потому что она исходит из внутреннего понимания того, в чем состоит реализация. Когда наша воля эгоистическая сама себя ограничивает, то это ограничение принимается в том смысле, что она в конкретности какой-то начинает учитывать те условия, в которых она может реализоваться. Я, например, не могу осуществить любую волю, да, я не могу, как бы, сделать любую добру, да, там, осуществить весь мир. Я всегда ограничен какими-то конкретными вещами, которые я могу сделать, да. Я могу, допустим, как бы данному конкретному человеку конкретным способом помочь. То есть я ограничиваю свою волю как желание добра в конкретной ситуации, в конкретных условиях. И вот это вот самоограничение воли в конкретной ситуации, как раз и состоит, в этом и состоит способ, каким мы достигаем эгоистическим. Когда мы учитываем конкретность человека, да, что конкретно для него будет польза, и что конкретно надо сделать, допустим, чтобы осуществить, с одной стороны, свою волю, а, с другой стороны, все-таки принести ему добро. Вот такое развитие темы эгоизма и того, что нравственность стремится достичь некого, некоторых зон неэгоистического. И сложно здесь состоит точно так же, как и философия. Каким образом все-таки мы прорываем сферу субъективности, да, вот теоретической философии, достигаем объективного знания. И там, и здесь, как бы, есть одна и та же проблема, да, и эта проблема, она трудно формулирована. Потому что, каким образом, несмотря на то, что все наше знание субъективно, все-таки, тем не менее, мы говорим о том, что нам удается познавать мир сам по себе, да, то есть так, как мир устроен. И точно так же есть проблема, каким образом, несмотря на то, что вся наша воля всегда эгоистична, поскольку исходит из внутреннего, да, и стремится реализовать саму себя, тем не менее, в своем результате оказывается неэгоистическим. То есть оказывается как помощь другому, да, как реализация некоторой задачи или цели, которые существенны для другого. Все. А вопрос можно? Нет ли здесь какое-то у вас постоянное повторение? Моя воля эгоистична. То есть, если перевести слово эгоистично на русский, это значит что-то внутреннее человеческое, да, значит, то воля внутренняя равно внутреннему. К чему это, так сказать, постоянно повторять? Вот я так услышал. Моя воля эгоистична, а вопрос, так сказать, в том, чтобы выйти и сделать, чтобы моя воля была неэгоистичной. Моя воля всегда эгоистична, но тем не менее, я могу действовать таким способом, чтобы ее результат был неэгоистичным. То есть прогнуться под чужую волю. Да. И тогда она будет неэгоистична. Это цель. Просто я говорю, что само слабосочетание «моя воля эгоистична», но, наверное, просто это избыточное. Да нет, в общем, она неизбыточна, потому что эгоистичность – это же как бы термин безобластеритики. А «моя воля» – это же просто «моя воля», как бы, безотносительно любых этических норм. То есть, ваша воля исходит от вас, моя воля исходит от меня, его воля исходит от него. Вот я в том плане. Что ты говоришь, что его воля эгоистична? Эгоистична, потому что важна именно неэгоистическая воля. Как я могу говорить, моя воля должна чужой воли достигнуть? Как мне сказать? Я хочу добиться того, что в реализации своей воли я достигну некого результата, который был существенным, не только для меня, но и для другого. То есть, она окажется неэгоистической. То есть, вот смотрите, что бы я ни сделал, в принципе, вот так устроен человек, во всем этом всякий раз можно увидеть некоторый мой эгоизм, некоторую прибыль мою. Даже если я жертвую собой, то на самом деле в жертве, по крайней мере, я реализую некий принцип, некое там высшее какое-то начало, согласно которому я собой жертвую. То есть, я на самом деле удовлетворяюсь и, можно сказать, даже наслаждаюсь тем, что вот реализую какой-то высший принцип, когда жертвую собой. То есть, в любом случае, что бы я ни делал, я всегда остаюсь в этом эгоизме. Так вот, вопрос состоит в том, а могу ли я на самом деле оставаться в эгоизме, тем не менее, в своем результате конечном, выйти за пределы эгоизма и достигнуть неэгоистического. То есть, достигнуть чего-то такого, на самом деле, в чем выразилось бы, польза конкретно для другого. Не польза для меня, а для другого. Ну да, так это всегда, но я просто, вот ты говоришь, что эгоизм я понимаю, как это внутреннее, ну и что? То есть, как нормальные люди, я прошу прощения, как нормальные люди рассуждают, они считают, что вот человек умирает от жажды, я принес ему стакан воды, я сделал доброе дело, как более провинутые люди рассуждают. Фиг, ты не другому человеку сделал пользу, ты себе пользу принес. Потому что, ты сидишь, смотришь на него, немножко страдаешь, ты ему подарочко, стакан воды. Бardanочко спектакан воды, ты сделал доброе дело, человек не умер ты собой любишь тебя значили поступок не крестит вы поступок насквозь и крестича ну там кто-то не помню черношевский да по-моему говорят что вот выточнишь нормальные хорошие добрые поступки невозможно невозможно я не вижу как в этой ситуации как сделать человек умеряет от жажды как самому там что щит и поднес воду несмотря на то что ты собой любуешься в конкретности того что ты его сделал пользу и выразил с добро то есть ты в своей эгоизме остался но ты как бы ну то есть не эгоистические поступки все-таки невозможно почему он же поступок не эгоистический почему не эгоистический я сижу с собой волную любуюсь нет я вот что хочу в прояснение того что говорит Игорь вот я что хочу сказать тут надо различить видимо две вещи одно дело если я совершаю некий поступок из эгоистических побуждений но следствием этого поступка является не только польза мне но и пользу другому такая ситуация видимо не может быть названа преодолением эгоизма не может быть потому что здесь просто ну основную как бы пользу получил ваши интересы на некоторую прибавочная польза досталось другому я собой полюбовался человек не умер от жажды его стакан воды мне так сказать спасение души на небесах все хорошо но у тебя все нормально нет влад имеется он просто сейчас тормозит имеется другую ситуацию когда вы не хотите нести никому воду голова у вас там варит или еще что и что и он вас раздражает этот человек человек просит принести воды и тогда вы наступаете на свою волю подчиняете его его волю несете ему но это называется это евангельские история про судью неправильно это же не эгоистично судью неправильно который настолько был неправильно какая-то вдова просила его просила и упросила и бедный когда не хочу я тебе помогать и судить праведно я не хочу но это такая надоедливая но сделаю это тебе пользу вот то что тоже ты описываешь это просто вдова была здесь очень очень на стручок нет но на самом деле ты описываешь тот случай который я как раз отказался потому что ограничивает волю другая воля и это и это означало бы на самом деле как правильно говорит Игорь что преневоливание когда меня другой принеси в неводу понимаешь он меня преневоливая эго不行 она не хочется а голова пронит но я же ему а я обманных а я я сам свою волю ограничиваю понимаешь я сам огранич Kamera я должен сам одновременно и осуществлять волю и ограничивать тебе в средстве системы как ты ее как ты она con Stanford как ты ее граничиваешь как ты ее граничиваешь между между естественно надо всегда ограничиваешь давно воду несешь когда воду несешь когда денешься в чем что воду несешь а почему это ограничение своей более не нужно что doubt Papa Потому что конкретное проявление воли всегда ограничивает волю как таковую. Вот смотри, какой я имел пример. Поэтому ограничайте. Суть вопроса следующего. Вот я, например, хочу просто на пример какой-то привести. Я, например, хочу принести другому человеку счастье. Да. И моя воля в этом состоит. Но ведь счастье – это некое абстрактное понятие, да? А счастье ведь оно выражается в чем-то конкретном. Что надо сделать? Подарить подарок, свозить человека на курорт. Может быть, с ним надо поговорить. А может быть, что ему там? Может, ему нужна какая-то помощь и так далее. В каждом конкретном случае реализация этого счастья будет разная. Но я должен буду выбрать какой-нибудь один путь. Так вот, выбор этого пути, по которому я пойду для того, чтобы осуществить счастье, и есть то самое ограничение, которому я подчиняю свою волю. То есть, мой эгоизм состоит в том, чтобы принести себе счастье. То есть, принести другому счастье. Если бы можно было просто наделять другого счастья просто пасами руки, то я бы всегда оставался в эгоизме, в абстрактности некоего эгоизма. Потому что, начиняя другому человеку счастье, то есть, что если я начну делать труд какой-то совершу, что значит, например, конкретно принести человеку счастье? Допустим, для этого требуется проехать 200 километров, потом пройти по дороге, там сколько-то, потом где-то может быть спать в каких-то условиях, потом, может быть, копать нужно, что-то делать. Может быть, для этого потребуется целый месяц трудов каких-то и лишений. И в результате, на самом деле, вот этих всех трудов и лишений я принесу, наконец, человеку счастье. Но ограничив тем самым свою волю. Потому что я понимаю, потому что из абстрактности и простоты ситуации я, на самом деле, вошел в труды и в некий тяжбы, в некого рода рак. Да вошел-то ты мне и вошел. Чем больше это как занимаешься спортом, тебе приятнее усталость мышц. Да нет. Я же мог другую ситуацию тебе привести. Вот он, считая, хочет тебя сделать счастливым. Решил, что тебе нужно быть бегуном. Взял плетку и давайте обвинять. Да, да, да. На тебя-то это не будет счастья. Да, не будет. А он-то считает, что наделяет счастья. А суть-то вопрос остается, чтобы счастье принести это конкретному... Войти в конкретную жизнь. Войти в конкретную жизнь. Понятно, но хочет он войти в конкретную жизнь. Вот, смотри, вот берем... Сидит наркоман. Нет, это же не это наркоман. На ответную жизнь. Берешь его на ручниках, батареи приковал, и пусть он у него ломка происходит. А если его согласия нет, то это же не счастье. Нет, ты живешь женой. Подожди, подожди. Вот ты живешь женой на самом деле. И вот она, ты чувствуешь, что она почему-либо несчастна. Да. И для того, чтобы принести счастье, ты же не можешь как-то произвольно как бы желать. Будь счастливым. Тебе надо что-то войти в позицию. Конечно. Ты хочешь... Твоя воля абстрактна, конечно. Ты хочешь принести счастье. Но на самом деле, в конце своей конкретности она требует выяснения всех обстоятельств. Да. И многих проб и ошибок, и многих трудов она требует. Именно в смысле того, что она требует этих многих трудов, ошибок и самоограничения, именно в этом смысле мы и выходим за рамки эгоизма. Да. Если бы я просто, оставаясь в кресле, мог человечество делать счастливым, я бы оставался всегда эгоизмом. Так всегда ты, когда ты несешь стакан воды, ты напрягаешься. Несешь стакан воды. Вот по этой, да правильно. Когда ты едешь 200 километров, ты напрягаешься. Просто в твоем... Когда хочешь принести счастье жене, тратишь... Просто в твоем... Вякру покупаешь. Ну и так далее. Много разных вещей. Послушай, просто в примере со стаканом воды, там не так это ясно. Потому что там труд простой. Если мы берем как бы более серьезный пример, тогда мы понимаем, особенно, что часто невозможно... Эгоизм в чем состоит часто? Что мы же не хотим вступать в какие-то труды. Вот ради какого-то маленького эффекта, вот, подсчиславиться, вступать в огромные труды, целый месяц чем-то заниматься. Ну, кто это... Кто согласится это делать? Понимаешь? Но с другой стороны, мы ведь все равно... Изначально проблем-то в чем состоит? Да нет, она... Мы всегда с ней эгоизмом. Проблему-то она не снимает. Сейчас поймешь, смотри. Вот на примере большевиков. Да. Если бы они... То есть они хотели осчастливить все человечество. Да. И осчастливили. Да. И при этом пришлось пролить моря крови. Да. Но если бы они вот в позиции знали этику Булата, как бы, и пожелали бы сделать это без эгоизма, они должны были поехать в тайгу и построить там город солнца и показать всем примеры. Почему? А вот можно так жить. Почему? Как почему? Совершенно не понятно. Они, оставаясь в кресле, давай всех напрягать. Так где же они в кресле-то оставались? Там их кучу народу перестреляли и перемешивали. Нет, давайте как бы... А вот те, которые выжились, тут долго перестреляли и перемешивали. Нет, смотри. Как наука. Как наука. Это же осчастливить массы. Как же они к массам не могли тогда не относиться? Если бы они ушли куда-то как монахи, так они бы тогда на массы как на воздействии... Ну, Александр, я знаю, в чем состоит истина. Истина состоит в том, чтобы на самом деле прыгать с девятого этажа. Я решил, что всех надо туда сбрасывать. Понимаете? А вы же так не считаете? Я с вашей волей-то не считаюсь, я просто считаю, что вот я... Вы будете счастливы, да. Я в истине буду делать то, что я считаю, что все остальные должны с девятого этажа быть сброшены. Вот о чем речь идет. Я должен, чтобы этого не было, я должен считаться с тем, что вы по-другому считаете, что мир по-другому устроен. Понятно. Ну, например, другой, например. Смотрите. Школьник хочет, не хочет. Нет, подожди. Не надо про нравственность, потому что тут сразу возникает много всяких аллюзий. Вот субъективность есть. Каким образом наша наука претендует на то, что мы добиваемся объективного знания? Как в науке преодолевать субъективность? Та же самая проблема. Вот как? Что бы ты ни делал, как бы ты ни познавал, на что бы ты ни смотрел, все субъективно. Прибор смотришь, он субъективный, показания прибора. Все через твои глаза, все через твое мышление, все через тебя. Как добиваемся объективности? Ученые советы есть. Они тоже субъективные. Не, подождите, подождите. Она, вопрос... Та же проблема? Нету проблем. Несмотря на то, что... Один ученый не задумывается над тем, что его результаты, мол, не объективные, не субъективные. Подожди, послушай. То, что не задумывается... Да. Не ответ. Нет. Вопрос в чем состоит? Точно так же, оставаясь в сфере субъективности, несмотря на то, что лично я своими глазами смотрю показания приборов и своими руками трогаю, тем не менее, наши знания все равно объективны почему-то. То есть, оставаясь в сфере субъективности, мы, тем не менее, можем претендовать на что-то объективное. Так же и в сфере этики. Оставаясь в эгоизме, понимаешь, мы все равно можем претендовать, что мы его как-то преодолеваем. Вот в чем проблема. Все равно мы быть в эгоизме остаемся. Даже если я много трудов преодолел, все равно же я это сделал, потому что это моя цель была. Я реализовал свою цель. Я остался в эгоизме. Но, тем не менее, в реализации своей цели я ее изменил в соответствии с некой конкретной реальностью. Да, когда я ее реализовывал. Так же и во виду. Точно так же. У меня субъективные показания приборов. Но я, соответственно, изменял все эти субъективные показания в соответствии с тем, как реальность сама раскрылась передо мной. Как необходимость выразилась. Каждый раз именно так происходит дело. Основаясь субъективности, мне доступно как-то видеть. То есть, ты просто говоришь, что стакан воды полностью перевешивает самолюбовая? Нет. Не в этом смысле. Я говорю, что в данном случае непонятно, что перевешивает. Может, у тебя конкретно одно можешь перевешивать, а у другого другое. Я говорю, что в правилах, как в правилах, как в правилах мы достигаем не эгоистической. Только тем способом, что когда мы реализуем нашу цель. Вот когда вы просто в цели находите, я хочу помочь миру. Мы остаемся в субъективности. Но как только мы начинаем реализовывать нашу цель, если мы действительно ее реализуем, если мы действительно нашу волю самограничиваем в соответствии с реальностью, а не так вот ломая все подряд, да сметая все. Вот моя воля во что бы то ни стало, и если мир по-другому устроит, то тем хуже миру. Не так. Если я реализую свою волю, но считаясь с этим миром, с этой реальностью, с другими волями, с других людей, то вот в этом проявлении я действую не эгоистически. Хотя и действую эгоистически, казалось бы, я бы не могу сферу эгоистического никак покинуть, но изменяя свою волю, сам изменяя свою волю в соответствии с конфигурацией мира, с реальностью, я достигаю не эгоистического. Точно так же, как субъективно воспринимая всякого рода показаний приборов, щупая руками, думая своей головой, тем не менее, если я видоизменяю свои ощущения и свое вышление в соответствии с тем, как реальность устроена, то я к ним достигаю как-то объективного. Да понятно, понятно. Одна и та же логика, одна и та же аналогика. Но Адольф Гельдер – это великий артуист, потому что он выполнил собой волю всего немецкого народа. Понятно, великий артуист, да? Я тоже, иногда у тебя примеры какие-то интересные. Ну, Бабуль, понимаешь, но почему? Он же выполнялся, пожелал собственное действие с волей немецкого народа, выражал ее наградным образом. Но воля-то была эгоистического немецкого народа. Ну, и что? Ну, он выражал эгоистическую. А ты где-то в мире видел, чтобы у тебя отношения двух различных субъектов не совпадали? Если бы Адольф Гитлер призывал не завоевывать весь мир, а жертву всего миру, то он был бы лучше. Ну, смотри, у тебя всегда есть эгоистическая воля. Всегда хочешь сделать счастливой свою жену, сделала несчастную свою любовницу. Подожди, подожди, подожди. Баб, в чем проблема? Ты с одной проблемой на другую перескатишь. Не, подожди. А? В чем здесь любовница? Подожди, с одной проблемой перескатишь на другую. И с того, на самом деле, как мы достигаем неэгоистического, не следует, что никаких трудностей нет в этом. Да? И ты можешь попытаться что-то реализовать, и на пути реализации твоей воли могут возникнуть всякого рода трудностей. И в том числе та трудность, что ты так неэгоистического и не достигнешь. Такое тоже может случиться. Это точно так же, как собирая двигатель и пытаясь какой-то проект воплотить, ты в итоге так его и не соберешь. Так в итоге гора хлама будет, и оно не будет работать, и все. Ты пнешь его и уйдешь. И ничего не получается. Но это другой разговор. Это не имеет отношения к этике. Мы же берем некую модель того, как достигается неэгоистическое. Неэгоистическое достигается тем способом, что, несмотря на то, что мы в сфере эгоистического, мы как-то можем свою волю обраничивать в соответствии с тем, что реальность, она устроена по-другому, чем наша воля. Вот если я как трактор еду, и мне наплевать на себя, как другие люди, с мнением других людей, с мнением реальности, вот это было бы полно эгоизма. Все сметать. В отношении другого ты делаешь не то, что ты хочешь, считая это благом, а то, что он хочет. Да, а то, что ты считаешь, что он считает благом, да. То, что он считает. Нет, а ты… Еще раз говорю, каждый раз сообразуешься с тем, как субъективность мы преодолеваем. Точно так же. Мир как-то устроен не так, как нам бы хотелось, понимаешь? Он по-своему как-то устроен. Ну, понимаешь, с миром здесь, по-моему, аналогия не очень хорошая. Потому что мир все-таки устроен по каким-то законам. И поэтому мы должны действовать в мире, сообразуясь с этими законами. Но когда мы должны действовать с другим субъектом, сообразуясь… А сообразуясь с чем? С законами? С одной стороны, законами… Никаких законов нет. Нет. Во-первых, законы есть. Как же? Точно так же в другой же контексте мира находится. Так же нет. Здесь законы и мир… Ну, допустим, я хочу другому благу принести, хочу сбросить его со самого этажа. Ну, я же понимаю, что… Это просто. Нет. Это раз. А с другой стороны, есть его воля. Нет. Вот смотри. По поводу законов… А с другой стороны, по поводу законов… Вот смотри. Вот есть для него польза. Вот я так понимаю, считаю, что для Александра будет полезно стать великим композитором. Но это не значит, что это на самом деле так. Что, может быть, Александр считает, что… И как ты будешь решать это противоречие? Я вступаю в конкретной ситуации, да, и узнаю из ситуации, что Александр… Во-первых, не может стать композитором в силу отсутствия способностей. А во-вторых, не хочет. И прочее, и прочее, и другие… Что у него, допустим, нет средств, допустим. Что он уже в возрасте, и что у него не хватит времени, и прочее, и прочее. Угнаю и понимаю, что моя воля, чтобы Александр стал композитором, она на самом деле абстрактна. И я должен ее изменить. И вот когда я самограничиваю свою волю… Хорошо. Ты понимаешь, что здесь ты получаешь только абстрактный результат, что так неправильно. Нет, нет, нет. А надо же знать, как правильно. Правильно. Изначально я хочу ему добро принести. Вот. А что есть добро для Александра? Ну я почему-то вижу, например… Меня не Александр зовут. Или Дмитриевич, или Александр Митрич. Александр Митрич, или Александр Митрич. Ну допустим. Александр Рубень или Александр Митрич? Достали вы. Ребята, давайте кухонные разговоры потом будет. Пятиминутка, будете там обниметесь и будете это обсуждать. Вот. У человека есть ребенок. Сейчас он смотрит на ребенка и думает. А вот я хочу, чтобы он президентом Соединенных Штатов стал. Хочу и все. Моя вот это… И начинает его дрессировать. Понимаешь? Ну естественно, что ему надо знать? Ему надо много языков, математику, одно, второе, третье. Не родиться в Америке. Нет. Вот языки ему не надо знать. Это точно совершенно. Ну я условно же. Подождите. Ну хотите, не так. Давайте Гринштейном стать. Не важно. Надо быть инвалидом, гомосексуалистом, еще что-то там. Нет. Просто… Да, чернокожем. Ну хорошо. Вы еще превращаете все в базар. Ну, ребята. Я же когда… Пример. Пример. Просто это и то, что я могу выдрессировать человека как угодно, но он никогда не станет президентом. Ну или там, Эйнштейном он не станет. Потому что… Нет. Потому что есть природа. Ты говоришь о том, как нельзя поступать. Я тебя спрашиваю, а как надо поступать? Мы же говорим, а надо поступать так, что надо сообразовать свою волю и желание добра ребенку с тем, на самом деле, что ребенок реально может стать. Кем он может это… А он может учиться узнать. Я должен учить его желание, учить его способность, учить свои возможности. Куда ты это узнаешь? Процессе реализации. Я начинаю двигатель делать. Откуда я узнаю, как его надо делать? Я беру болванки, присоединяю, пробую, включаю, выключаю. Ну как? Откуда я узнаю? В процессе практики я и узнаю. Обратная связь. Прямое и обратное воздействие. Конечно. А абстрактно я узнаю. А в процессе реализации конкретно? Метод называется научного тыка. Ну да. А как объективность науки? Мы им устроим примерно так. Шарик такой и обращаемся. Объективность науки неудачный здесь пример. Потому что у Вселенной хоть какие-то законы есть. У человеческой личности ни хера таких законов нет. Но есть какие-то у него конкретные способности. Есть физиологические законы. И мы можем понимать, как человека надо кормить. Вот. Сколько он должен двигаться и не должен постоянно лежать на диване. Мы это понимаем точно. Не. Но мы понимаем, Иссадович. Про него как про машину мы понимаем. Но про личность мы про человека не знаем ничего. Смотри, мы понимаем, что он ограниченное существо. Что он может определенное, а чего-то он точно не может. Мы понимаем, в чем у него потолок. Мы понимаем, какие у него склонности. Не знаем мы, где его потолок. Не знаем. Примерно знаем. Выяснить мы можем и реализовать. А как мы выясним? Где потолок Булата? По хрену. А я знаю, например, где потолок. Ты знаешь. А кто это? Еще раз объясняю. Вот есть два вида законов. Один закон жесткий, который можно математически вырезать. А другой закон он не жесткий. Он просто так примерно где-то проходит границы наших возможностей. Она известна. Ну не могу я лететь. Не могу я сейчас с кресла подняться и полететь. Значит, я в своих действиях, вы в своих действиях, можете руководствоваться тем, что я не полечу. Понимаете? И, допустим, вы здесь кидать ножи, потому что вы знаете, что я не полечу. И все равно ничего не случится. Вот такого рода закономерности вы же можете учитывать, когда действуете в отношении другого человека. Так при чем здесь эгоизм? Это и так себя все учитывает. Да дело же не в этом. Но если я стремлюсь как бы не достижать человека... Вот смотрите. Всякий раз мы ведь речь ведет о реализации идеалов этических. Я, например, могу сказать. Я хочу, допустим, чтобы, опять же, Александр там обожился. Вот стал... Александр Вячеслав стал, допустим, великим подвижником, аскетом. Как бы ему надо монастырить и постригаться и прочее. Я могу не считаться с его волей, взять его за шкирку, как бы завтра связать, отвезти монастырь, бросить его там. Это моя воля, понимаете? Пусть он там подвижен. И пинать до тех пор, пока он не станет монахом, да? А не станет аскетом. Когда увидишь, что он совсем посинял там, ну, значит, уже аскет. Понимаете? Я просто воля своего существа, и все. А другой пример, когда я, на самом деле, решил почему-либо, что Александр Дмитриевич должен стать монахом, подхожу к нему и говорю, что вот я думаю, что вам надо стать монахом. И начинается какой-то диалог, начинается взаимодействие, из которого выясняется, что это, на самом деле, неправильно, что ни он не хочет стать, ни я не могу этого желать. Но я грубый сейчас пример привожу. Конечно, в каждой конкретной ситуации... Почему он грубый? Потому что в каждой конкретной ситуации своя конкретность, и свои какие-то особенности, которые надо учитывать. Вот в том-то и состоит, что я должен свою абстрактную волю ограничить. Булат, понимаешь, такая концепция, как у тебя, она сработает в каком случае? Если, скажем, ты берешь какого-нибудь мальчика по имени Женя Кисина, который с 5 лет, совершенно добровольно, 10 часов в день сидит за фортепиано, долбает сначала гаммы, потом пьесы, потом все на свете, совершенно добровольно. У него это просто такая естественная его тяга. И ему нужно было просто действительно нехитрым перебором возможностей наткнуться на эту его способность и дальше ее только развивать. Но таких людей один на миллион. Ну реально. А вот Моцарта, например, надо было бить, и отец его бил, заставлял, запирал в чулане. Паганини провел полдетства в чулане. Он не хотел, он ненавидел музыку, он ненавидел скрипку, пока папа в него вколачивал это ремесло. Потом выяснилось, правда, что он гений скрипки. Но, вообще говоря, все взаимодействие отца с ребенком сводилось к тому, что нет у него способностей. Он ненавидит музыку. И только тупое упрямство отца как бы привело его. А в десятках миллионов других случаев такое же точно тупое упорство отца приводило к тому, что ребенок, ну там, превращался в меньше, чем в ничто. Для себя один нюанс. Да. Ты зря взялся за детей, потому что ребенка нельзя считать еще личностью. На мой взгляд. А еще не греком сексуалиста. Нет, давай здесь. Я просто отвечу, что вы там делаете. Просто делай ведь. Не жимой. А не грамотный, а грамотный, а грамотный, а грамотный. То время, которое мы разбираем, он не касается тем, каким способом можно человека выдрессировать. Можно и животное как-то выдрессировать и прочее. Мы разбираемся в вопрос этики, каким образом человек должен действовать этически, то есть действовать в добре. Насилие, на самом деле, на другим человеку, даже если это насилие имеет в своей основании хорошую цель, еще неизвестно, это является этически оправданным. Понимаете? Это требует отдельного рассмотрения. Можно ли, на самом деле, имея какую-то светлую цель, какую-то якобы добрую, на самом деле, вести туда все человечество в виде насильного. Это еще отдельный разговор. Я говорил о том, каким образом надо действовать, исходя в некоторой ситуации, исходя из добра. То есть исходя из любви к человеку. Когда мы самоограничим свою волю, то, что в Христианстве называется любовь в Христианстве, мы ограничиваем свой произвол. То есть мы пытаемся к человеку отнестись, исходя из любви к нему. Исходя из того, как бы ему было бы, для него было бы правильно, как бы ему было бы полезно. Не так, как я считаю, полезно было бы ему, а так, как на самом деле ему было бы полезно. И я могу это выяснить только исходя из практики. Я никак не могу заранее об этом знать. Нет, ну тут тоже, может быть, возражение. Тема нравственного доктора, такого, этического доктора, который там действительно понуждает взрослую личность. Принудительно. А потом это личность благодарна за то насилие, которое было отношено. Это тоже возможно. Возможно, на самом деле, что и насилие это один из путей, быстрые пути, для того, чтобы выдрессировать человека. Возможно. Но мы говорим сейчас просто тема немножко другая. Дело не в том, что выдрессировать, а дело в том, что как ты найдешь то, где этот человек реализуется. Ты говоришь, что надо пробовать разное. Это не метод. Нет, нет, нет. Надо действовать, я, во-первых, не о реализации человека говорю, я говорю о действии этическом. Как в этике действует не эгоистически, то есть действует исходя из добра. А что такое добро для человека? Добро – это польза для человека. Это то, что человек считает для себя пользой. Погоди, я не люблю, это очень плохо. Фигня. Ну, смотри, добро… Фигня. Смотри, во-первых, смотри, добро, оно в мире существует, можно даже осуждать просто раз, только польза и вред. А добро – это характеристика нашей свободы, которая придается пользе и вреду в соответствии, как бы, с тем, как мы взаимодействуем свободе. Я сразу просто оговорюсь, что никакого сущего добра нет, если добро только в смысле, как бы, характеристики свободы, которые приданы либо пользе, либо вреду. То есть польза, в которой осуществлено некое намерение свободное, становится добром. А вред, в котором осуществлено некое намерение свободное, становится злом. Никакого сущего зла и никакого сущего добрания самого по себе. Если дело в этом, то все очень просто. Я должен тогда поступать жертвенно, очень просто. Я должен сознательно кормить других людей. Потому что кормежка – это всегда польза. И все. Сейчас проблема в частности. Ну и все. Надо кормить, да? Нет, это просто есть… А то есть искусение Христа, как раз он сказал? Нет, есть простые решения, есть простые решения, да. Так ну все, никакой проблемы нет. Потому что все остальные, а все остальные пользы – это что такое? Я просто человеку могу вещи раздавать людям. Не хлебом единым жив человек. А чем еще? Потому что человек, который будет накормлен, он задумается о чем-то другом. У него возникнут другие проблемы. Ты его не кормить до сада, ты накормить деньги другого человека. Еще раз, вопрос же всегда сводится, понятное дело, что вопрос сводится не к тому, чтобы во что бы то ни стало приносить другим какое-то там биминимальное добро. Вопрос говорит о том, что в многообразии жизни, как нам надо поступать, чтобы оставаться в доме. Вот ты, извини меня, применяешь позицию. Ты то говоришь, что добра нет, а бывает только польза и вред. И добро – это просто сознательно причиняемая польза, а зло – это сознательно причиняемое вред, то ты начинаешь говорить, что есть некое добро помимо пользы. Нет, я не знаю, почему нет. Ты сейчас просто это сказал. Я по-любому всегда взаимоотношусь как-то с людьми, я как-то действую, я как-то активно живу. И всякий раз, на самом деле, я сталкиваюсь с другим человеком как-то. И как я должен действовать в конкретной ситуации? Как я должен это действовать? Вот каждый раз вот эта проблема, она возникает, и я эту проблему и обсуждаю. Как действовать так, чтобы оставаться все-таки в добре, чтобы приносить пользу человеку, а не совершать зла? Нет, в большом случае, добро, как и любовь, она не выразит. Выразить невозможно. Ну, это ты так думаешь. А Булат вот выразил. И я хочу сказать, что ответ на твой вопрос, Булат, очень прост. Можно, конечно, людям дарить дома, дарить автомобили, но эти штуки довольно долго изнашиваются, и часто это делать нельзя, даже если ты бесконечно богат. Лучше кормить. Потому что люди каждый день едят, и еда постоянно закрывает, и вот как вы там сразу все... Но не досы-то, на самом деле. Это очень важно, не открыть нельзя, на крыше. Вы склонны к каким-то простым решениям. На самом деле, человек же, я говорю, не сводится только к кормежке. У человека есть и другие какие-то потребности, и другие проблемы какие-то есть. Ну, Булат, услышь, ты ставишь конкретный вопрос, я на него даю конкретный... Ну, например, ты говоришь про дарить машины, допустим, да? Совсем непонятно, на самом деле, если ты какому-то конкретному человеку подаришь машину, будет ли это добро для него? Кажется, с внешностью... Это будет пользой однозначно, а пользой и есть добро. А завтра он разобьется... Поэтому лучше кормить. Не, потому что... А завтра он разобьется... Ты же сказал, лучше кормить. Потому что он безрассудный человек, завтра он разобьется. И это окажется мне сейчас очень взлом, на самом деле. И виноват в каком-то смысле будешь ты, который подарил машину безрассудному человеку. Ты не учел его конкретно, что он безрассудный. Игорь, ну, то есть, Влад, Игорь же правильно говорит. Вот дьявол, искушая Христа, как раз предлагал ему всех накормить. Да это простое решение, я говорю, что... Оно тоже есть. Больше, больше. Только человек не сводится к кормежке. Тебе-то до этого какое дело? Ты ему пользу принес? Тебе пользу главное понести.